Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки, тем более, что сегодня нам есть что обсуждать, ведь на повестке долгожданный отчет по состоянию американского рынка труда Non-Farm Parals. Внимание! Наисерьезнейшее, потому что понимаем, что сейчас каждый последующий отчет, тем более такого формата и характера для американской экономики, это сигнал, который будет интерпретироваться как возможность дальнейшего изменения монетарной политики. Мы знаем то, что марта месяц будет весьма интересным, волатильным, может быть даже ту волатильность, которую мы будем наблюдать впереди, можно будет отнести к самой серьезной и значительной за последнее время, потому что сейчас, будучи, скажем, трейдерами, которые продолжают спекулировать на возможных изменениях политики ИЦБ и, соответственно, монетарного курса ФРС, у нас будут какие-то дополнительные и возможные изменения в рамках, опять же, этого денежно-кредитного курса указанных регионов. Поэтому, если вы ждали серьезных событий, ждали значительной волатильности, сейчас как никогда у нас высокие шансы на то, чтобы эту волатильность получить. Хотя в последнее время вы сами прекрасно видели то, что волатильность и без того была очень значительной и серьезной. Собственно, сегодня мы фокусируемся на Non-Farm Parals. Это ключевой отчет, который характеризует американский рынок труда. На следующей неделе мы уже вплотную подойдем к ЕЦБ, заседанию и возможности услышать о доп. мерах экономического стимулирования. Мы настраиваемся на исход подобного формата уже очень давно. Но надеюсь, что в этот раз Марио Драги нас не разочарует и создаст на рынке тот самый разгрузочный фактор, который мы будем использовать для распродаж главного валютного риска против американца. Но сюрпризы, конечно же, могут последовать. Давайте не будем сейчас негативить по этому поводу. Очень хотелось бы, чтобы ЕЦБ все-таки проявил свою решительность. Поэтому давайте нашими скромными совместными усилиями визуализировать подобный исход. Сегодня хочу отметить то, что в преддверии, опять же, столь значимого события, я, те, кто, скажем, регулярно смотрит наши брифинги, ранее, вы помните, периодически обозначал возможность получения бонуса. В частности, сегодня такая возможность у вас будет. Это величина бонуса сегодня, до следующего брифинга. Ну, точнее, даже не сегодня у вас будет возможность принять решение выполнения ваших депозитов и завтра, и воскресенье, то есть до понедельника. И величина бонуса 12%. Но чтобы получить его, нужно будет связаться с вашим персональным менеджером и произнести кодовое слово. А кодовое слово я анонсирую ближе, либо к середине брифинга, либо уже к концу. Поэтому советую быть внимательными. Собственно, давайте переходите к нашему традиционному сценарию, когда мы прежде всего анализируем динамику черного азолота и курса российской валюты. Вы все прекрасно видите, то, что бренда... У нас были ориентиры для того, чтобы этот актив закрепился выше сопротивления 37%. Мы видели то, что клоус вчерашнего дня как раз 37%. А сейчас бренд торгуется еще выше 37-32%. Я уверен, то, что повышательное ралли, оно и будет дальше сохраняться. Потому что на рынке сейчас присутствует ожидание того, что стороны в ходе предстоящей встречи ОПЕК и России смогут прийти к какому-то базисному совместному решению. И это базисное совместное решение станет причиной последующего восстановления баланса между спросом и предложением и, соответственно, сломает негативный тренд по позициям энергоресурсов и поспособствует его росту. Я считаю то, что сейчас, вплоть до самого заседания, мы реально будем наблюдать полноценную такую тотальную борьбу между фактом катастрофического переизбытка предложений и присутствующих надежд на то, что скоординированные действия, согласованная позиция в рамках ОПЕК приведет к, опять же, потенциальному восстановлению цен на бренды и WTI. Поэтому эта главная идея, она сейчас будет сохраняться. И чтобы вы прекрасно понимали, на какую дату мы сейчас ориентируемся, в частности, вчера по сообщениям министром нефти Нигерии, встреча нефтеперерабатывающих стран состоится 20 марта в Москве, где, собственно, и будут обсуждать этот вопрос. Полагаю, что стороны будут ориентироваться на возможные меры для того, чтобы попытаться, с учетом текущей экономической конъюнктуры, разогнать котировки нефти хотя бы до 50 долларов за аппарль. Это, на самом деле, вполне возможно, но только в том случае, если все участвующие в переговорах о стороны не просто осознают необходимость того, что нужно снижать объем производства, но и поддержат эту инициативу. Потому что у нас, вроде бы как, положительные решения были, еще по факту заморозки январских максимумов. Вы помните то, что в начале, точнее, в конце прошлого месяца мы обсуждали эту тему. Но после того, как эту инициативу поддержали, мы услышали совершенно другие позиции уже спустя какое-то время от Саудовской Аравии и Ирана, которые решили не поддерживать все-таки эту компанию. Ну, Иран у нас до сих пор выступает особняком. Вы знаете то, что для них буквально, скажем, основным сигналом того, что нужно производить обязательно, наращивать производство, задействовать производственные мощности, стало снятие финансово-экономических санкций. Поэтому давайте винить их не будем. Они долго ждали этого экономического явления, учитывая то, что не для них является определяющей статьей доходов. Сейчас, конечно же, они используют текущие возможности, стараются наверстать ранее упущенные выгоды. Ну и без Ирана, вы помните позицию министра России Новака, стран, которые будут участвовать в переговорах, и будет достаточно, чтобы повлиять на будущие котировки нефти. Будем надеяться то, что действительно какое-то солидарное решение последует, но вероятность этого, наверное, процентов 50. Собственно, так же, как и 50% вероятность того, что никаких решений не будет. Я отмечал то, что в трейдинге по нефти сейчас действует такая позиция, как покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Да, это действительно может быть именно так. Если посмотрим на котировки Brent, мы видим то, что на текущий момент этот актив полностью игнорирует даже слабые макроэкономические отчеты, которые ранее провоцировали ослабление и толкали позиции Brent и WTI ниже. Вы помните запасы нефти в США? По итогам прошлой недели у нас, по сути, исторические максимумы, как по версии API, так и по версии Минэнерго США. И если до этого мы наблюдали цифры в три раза меньше, чем тот прирост, который получили на этой неделе, и видели, как нефть реагировала на это ослаблением, сейчас этого не произошло, значит, рынок и участники рынка и трейдеры сейчас думают только об одном. Будет ли все-таки достигнут это соглашение или нет? 20 марта, в принципе, еще не скоро. Ну, относительно, конечно же, скоро. Это получается прямо по календарю через одно воскресенье. До этого у нас две полноценные недели, и я предлагаю вам не отказываться от нашей краткой и среднесрочной сделки, которая предполагает возможность роста этого актива. У нас ближайшим ориентиром было 37, но я полагаю то, что до самого заседания мы заберемся еще повыше. Может быть, даже сможем оказаться выше 38,5 или даже подойти вплотную к отметке 40, потому что вероятность этого есть. Ну, а дальше уже будем действовать по обстоятельствам, по факту конкретного решения. Все очень просто. Если договоренность будет, значит, уже и долгосрочно развернемся и будем смотреть на более восходящие ценовые значения. Если договоренности никакой не будет, значит, с прежними силами разворачиваемся вниз и ставим на неизбежность возвращения бренда в район 30 долларов за баррель. То есть, пока этот фонд сохраняется. Сегодня в качестве поддержки для нефти могут быть, можно отметить еще и отчет от Baker Hughes, который характеризует количество буровых в США. Вы знаете то, что на протяжении последних 10 недель мы констатировали сплошное снижение, и это оказывало локальную поддержку в нефть. Если сейчас без даже локального позитива мы видим то, что нефть растет, то полагаю, что очередное статистическое подтверждение еще одного спада нефтяных терминалов в рамках американской экономики может оказать дополнительную поддержку и стать локальным драйвером для нефти. В общем, не забывайте про этот отчет сегодня, прям под закрытие дня в 21.00 по московскому времени. Если будет возможность последить за этим релизом, последите. Считаю то, что восходящий ралли при неизменности новостного фона может сохраниться, и в ближайшее время мы можем уже оказаться выше сопротивления 38, точнее 37.50. Ну, то есть, здесь совсем остается несколько центов. То есть, идем в район уже 38 долларов за баррель. Российская валюта. Мы, исходя из позитивных ожиданий по нефти, строили прогнозы, связанные с возможностью укрепления курса российского национального валютного актива. И сначала у нас в качестве цели была поддержка на отметке 73 рубля против доллара. Сейчас актуальны терпи на премаркете 72.91. То есть, преодолели этот уровень. При сохранении восстановительного ралли по нефти рубль также будет укрепляться и всерьез замахнется на возможность пробить уже другой поддержки, которая значится на отметке 72 против доллара. Пока позитивный фон вокруг российской валюты складывается в пользу того, чтобы девальвацию придержать. И учитывая то, что мы с вами ориентируемся на возможность сохранения и возможность продолжения бычьего потенциала буквально до 20 марта, я считаю то, что пока точно такие же краткие среднесрочные ожидания стоит строить и в отношении курса рубля. И только потом, по факту решения ОПЕК России, мы будем уже говорить о перспективах нефти и транслировать опять же эти перспективы и в динамику пары USD-RAPA. Для долгосрочных трейдеров, так же как и в отношении нефтяного актива, пока у нас нет связи с того, чтобы забыть о еще одном рывке в сторону 80 против доллара, то есть о еще одном таком размашистом факторе девальвации, для кратко-среднесрочных трейдеров лучше сейчас поспекулировать на возможности укрепления курса российского валютного актива. Сегодня выйдут данные по инфляции в России, соответственно, в ходе завтрашнего, точнее не завтрашнего, а брифинга, который пройдет в понедельник, мы с вами вернемся к этой статистике и посмотрим, как дела сейчас обстоят на российском рынке с точки зрения потребительской активности. Но я думаю, что у нас в целом вряд ли будет что-то радужное. И, может быть, для долгосрочных трейдеров я смогу предложить еще один такой сигнал того, что не нужно бояться и по-прежнему нужно верить в возможность еще большей девальвации. Но это только для долгосрочных трейдеров. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Вчера, в преддверии долгожданного отчета по Non-Farm Perils по состоянию американского рынка труда, видели то, что евро все-таки смогла использовать текущие локальные возможности и оказалось сопротивление американскому доллару. Движение в рамках одной торговой сессии было неплохим. Мы видели, как евро прибавило практически одну фигуру, то есть около 100 пунктов. Актуальной ктировки 1.09.54. И, говоря про причины, здесь стоит сослаться на национальную статистику европейского происхождения. Вы помните, у нас было несколько релизов по состоянию деловой активности в сфере услуг Германии и еврозоны. Вопреки ожиданиям, данные оказались хорошими. Может быть, даже еще большую поддержку указал отчет по роничным продажам, который в этот раз составил, точнее, показал рост 2% в годовом эквиваленте против прогноза 1.3. И 0,4% это в месячном эквиваленте против прогноза 0,1%. Хочу отметить то, что роничные продажи действительно являются ключевым компонентом для экономики. Одним из наиглавнейших компонентов. И, видя то, что сейчас роничные продажи растут, мы можем сделать вывод о том, что будущие темпы экономического роста должны быть также неплохими, потому что роничные продажи, они сигнализируют о высокой активности потребительского сектора. Но все-таки обнадеживать сейчас себя не стоит, потому что даже несмотря на локальный фундаментальный позитив, у нас не меняется долгосрочная картина тех рисков, которые мы с вами, прошу прощения, анализируем вот из недели в неделю. Локальный фундаментальный позитив, его признают, давно не было для валютного блока, но он не в силах перекрытия массу слабых релизов, которые мы интерпретировали до этого. И самое главное, хорошая статистика по роничным продажам, она не может противостоять с теми рисками, которые сейчас мы наблюдаем в отношении, наверное, ключевого индикатора, от которого сейчас отталкивается ИЦБ. Это индекс потребительских цен и уровень инфляционного давления, потому что даже отчет этой недели в начале пятидневки индекс потребительских цен указал нам на то, что этот индикатор находится в красной зоне, то есть в зоне дефляции. И при реализации рисков еще большего ослабления цен на энергоносители, я думаю, что этот индикатор закрепится в отрицательной зоне на очень долгое время. Соответственно, если строите прогнозы относительно, опять же, будущих показателей индекса потребительских цен, уже можно говорить про слова ИЦБ. Вы помните последний комментарий Марио Драги о том, что мириться с такой ситуацией европейский регулятор уже не хочет, потому что сейчас уже совершенно очевидно нужно вмешиваться в текущую ситуацию, а под вмешательством мы понимаем как раз возможные изменения денежно-кредитной политики. Сейчас в качестве консенсуса прогноза можно отметить вероятность увидеть еще одно снижение процентной ставки по депозитам на целых 0,1%. Это 90% прямо того, что, скорее всего, мы услышим уже по итогам следующего четверга. Но если помимо этого шага будет озвучена возможность расширения программы количественного смягчения, вот тут мы получим с вами серьезный катализатор для разгрузки главного валютного риска. Поэтому сейчас, не обращая внимания на локальные выпады, понимая то, что даже по версии многих инвестиционных банков, именитых, на которые я периодически ссылаюсь, по-прежнему идея остается железобетонной, долгосрочной и среднесрочной этой идеей, связанной с распродажами главного валютного риска. Сегодня у нас отчет по Non-Farm Parals и, судя по ожиданиям, считаю то, что и эта статистика может стать фактором дополнительного, а может быть даже еще большего локального давления на позиции евро. Далее идем. Фунт против американского доллара. Вчера большую часть торговой сессии мы видели, как фунт был под давлением, это было вполне логично. Но вот к концу дня фунт смог все-таки вырваться плюс и в итоге не оказался ниже поддержки на уровне 1,40. То есть сейчас фунт торгуется уже даже непосредственно в близости от уровня 1,42. Хочу сразу вам отметить то, что помимо политических рисков, которые связаны с возможностью выхода Англии из состава Европейского интеграционного союза, у нас есть еще и национальный фундамент, на который мы с вами ориентируемся всегда. Но вчера я сделал особый акцент на статистику, потому что сегодня у нас уже есть возможность закольцевать все три индикатора промышленности, точнее состояния экономики. Это сфера промышленности, это строительный сектор и сектор услуг. Напомню то, что до вчерашнего отчета по сфере услуг мы получили два сигнала о том, что одни, две составляющие, которые по идее должны были справляться и выполнять функцию драйвера для экономики, выступали больше тормзом для нее. И вчера ключевой отчет по состоянию сферы услуг снова указал, точнее так же, как и прочие два, подтвердил о реальной стагнации этого сектора. Напоминаю то, что для развитых регионов Англия, разумеется, относится именно к таким. Индекс и индикатор деловой активности в сфере услуга генерирует больше 80% всех будущих, скажем, темпов экономического прироста. Может быть, даже в рамках Англии не будет ошибки, если скажу, что, наверное, процентов на 90. Это так. И отсюда эффект, который мы можем наблюдать уже на дальнейших темпах прироста, отталкивается этой статистики. Если индекс сферы услуг, в частности, по Англии вчера, 52,7 с 55,6, серьезное падение, и такими темпами мы очень быстро сможем добраться до отметки 50, которая отделяет хоть какое-то восстановление от реальной рецессии. Поскольку индекс сферы услуг очевидное падение, я считаю то, что у нас есть очень неплохое основание прогнозировать о том, что будущие темпы экономического прироста, то есть показатель по ОВП, будет на очень плохой отметке, а значит, для фунта это долгосрочный фактор ослабления. То есть, возможностей для распродаж очень много. Это и политические риски, экономические, статистика, макроэкономический, фундаментальный фонд. Может быть, только техника сейчас имеет возможности сигнализировать о возможностях покупки, но я все-таки рекомендовал бы вам миллион раз подумать, прежде чем занимать длинную сделку сейчас по фунту. Учитывая, как далеко сейчас уже фунт поднялся, даже после преодоления сопротивления на отметку 1,40, вообще уже можно рассматривать возможность для продажи. Я предложил вам вчера сделку селл-стоп 1,3950. Давайте сегодня корректировать значение этого ордера не будем. Оставляем на этом рубеже. Но тех, кто уж хочет совсем рискнуть и собрать все сливки с финансовых рынков в отношении трейдинга по паре фунт-доллар, вы можете принять решение о трейдинге прямо с текущих значений, это потенциальная распродажа британцев против доллара. Далее идем. Доллар против иены. На текущий момент USD иена торгуется рядом с отметкой 114. Понимаем то, что дальнейший рост будет зависеть непосредственно от сегодняшних non-farm parallels. Это очень серьезный макроэкономический повод и потенциальный триггер для движения американца. Доллар сейчас, точнее за последние две недели, получил достаточно фундаментального позитива. Снова не буду впечатлять все отчеты, которые мы с вами анализировали в последнее время, но я думаю, что вы со мной согласитесь, что статистики было куда больше хорошей. В частности, вчера индикатор по производственным заказам прирост 1,6% с прошлого спада на минус 2,9%. Заявки на пособие по безработице 278 тысяч. Я отмечал то, что здесь интерпретировать этот отчет нужно следующим образом. Если ниже 300 тысяч, значит несомненный позитив. И индекс ISM тоже сфера услуг. И поскольку уже сказал то, что традиционно для развитых рынков сфера услуг является ключевым компонентом для экономического роста, значит прирост ISM можно расценивать как еще один фактор, то есть прирост в сфере услуга, того, что будущие темпы экономического роста кажутся еще лучше, чем прошлая оценка. ISM 55,4 против прогноза, который предполагал большее снижение. Поэтому сегодня мы фокустируемся уже на Non-Farm Parallels. Этот отчет будет обвлекован в 16.30 по московскому времени. Еще больше внимания я рекомендую обратить на динамику заработных плат, потому что этот уже релиз будет сигнализировать об лучших показателях по инфляции и, соответственно, потребительской активности. И здесь я также советую ориентироваться на позитивный макроэкономический фон и хороший сильный отчет. Если статистика снова поддержит доллар, мы увидим параллельно с ростом доходности американских трежерис, что также будет выступать еще большим драйвером для американца. Еще и на рынке появятся спекуляции относительно того, а не готов ли ФРС, федеральная зерная система, анонсировать либо допустить возможное продолжение вот этого жесткого монетарного вектора, который предполагает сохранение цикла повышения процентных ставок. Я считаю то, что сильный отчет Non-Farm Parals можно будет интерпретировать как неплохой сигнал того, что мартовское заседание будет очень интересным и, прежде всего, интересным с точки зрения длинных сделок по американцу. USD-йена ждем 115 и оттуда торгуем, соответственно, на рост. Понемногу к этому рубежу мы приближаемся. Еще хотел пару слов сказать про пару USD-ката. Почему? Снова акцентирую внимание. Потому что за последнее время мы видим то, что канальность укрепился очень сильно, может быть, даже чрезмерное укрепление. И сейчас уже большинство экспертов сходится во мнение, что текущее значение, они допускают возможность все-таки возобновления восходящего ралли. И текущие ценовые уровни являются уже крайне неблагоприятными для национальных производителей. И эти отметки можно интерпретировать как возможный период решительности или возможные уровни для каких-то решений со стороны Банка Канады для того, чтобы исправить ситуацию, спровоцировать ослабление курса национального валютного актива. Но я думаю, что до решений Банка Канады по возможному еще одному снижению процентной ставки мы, скорее всего, увидим все-таки какое-то дебанкное давление среднесрочного характера на нет. Но это уже после 20 марта. По USD-каду я отмечал то, что сейчас этой валютной парой лучше не торговать. Если хотите, конечно же, рискнуть, опять же, учитывая то, что я сказал, сейчас очень хорошие уровни для того, чтобы покупать долгосрочно. Те, кто не хочет рисковать, пытается дождаться дополнительного сигнала, либо повод для занятия сделки и открытия ордера, тогда давайте подождем до того, как пара USD-кад снова вернется в район 1.40. Сейчас пара торгуется на отметке 1.34.15. USD-свиси у нас котировки 1, точнее 0.99.13. Снова ждем парикетного значения и ждем движения выше. Золото еще выше забралось вчера. Полагаю, что сейчас рога БК будут уже ломать сильные данные по США. И сегодня с этой задачей наверняка справится Non-Farm Pels. Потому что котировки 1261, мне кажется, по золоту являются буквально космическими. Ждем ослабления и оснижения этого актива ниже 1200 долларов за тройскую унцию. И, как я отметил, сегодня кодовое слово у нас. Давайте приурочим его не к какой-то статистике и релизу. А, в принципе, к новому периоду, который мы встретили. И этот новый период открывается таким серьезным фундаментальным фонам. Кодовое слово сегодня весна. Еще раз напоминаю, что величина бонуса 12% и действует он на пополнение от 300 долларов до следующего брифинга. Следующий брифинг пройдет в понедельник. Несмотря на праздники, я буду, соответственно, в обойме. Поэтому буду рад вас видеть снова в сборе в 9.00 по московскому времени. Соответственно, на перископе. Ну и для тех, кто не сможет посетить прямой эфир, будет доступна запись буквально через несколько часов после этого. Большое вам спасибо за внимание. Из важных отсчетов сегодня ни в коем случае не пропустите Non-Farm Parallels. Помимо прироста новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, следим за динамикой заработных плат и еще за уровнем безработицы. Это ключевой макроэкономический фон. Ну и на десерт дня 21.00 это динамика буровых в США. Здесь ждем еще одного снижения и дополнительной поддержки для нефтяного актива. Если есть вопросы, вы знаете, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форум Amarkets. С радостью на них все отвечу. Поэтому еще раз спасибо за внимание. Хорошей вам прибыльной торговой сессии. Увидимся уже в ходе следующего брифинга в понедельник. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok